И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас продолжается 30 марта и сегодняшняя дневная традиционная сводка, что происходит на линии фронта. И прежде чем к ней перейти, хочу объяснить некоторые нюансы. Дело в том, что я думаю, вы обратили внимание, что не только у меня, но и у других источников. За последнее время именно оперативной информации по передвижению войск, по тому, где, кто, куда наступает и что, чего занял, стало намного меньше, на порядок меньше. И это вызвано в том числе и тем, что, например, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации за последнюю неделю резко изменила свою политику. О продвижении российских войск в последнюю неделю ничего не говорится, но это не значит, что этого самого продвижения нет. Приведу всего лишь один пример. Министерство обороны Российской Федерации, например, не говорило о том, что взяли российские войска под контроль населенный путь Каменка южнее Изюма, а также Сухая Каменка, которая еще находится более южнее, чем сама Каменка по направлению к Славянску. Тем не менее, если мы посмотрим внимательно на последнюю сводку за, не последнюю, а тоже, получается, предпоследняя сводка ВСУ за 0.00 часов на сегодняшнее утро, то мы увидим, что российские войска, по мнению Генерального штаба ВСУ, эти населенные пункты уже взяли. Я основываю свои данные не только по данным Генерального штаба ВСУ, которые, по моему мнению и по опыту, запаздывают традиционно где-то на пару-тройку дней, ну когда как, когда на пару, когда на тройку, а потому, что мне пишут зрители. На самом деле, это сегодня самый мощный информационный ресурс, который позволяет в целом понимать ситуацию. И по тем данным, которые они мне передали, фронт на сегодняшний день по Краматорску проходит где-то чуть-чуть южнее границы Харьковской и Донецкой областей. Был обстрел Хрестища, но дальше российская армия пока не идет. То есть там наступила оперативная пауза, правильно сказал Генштаб ВСУ, российские войска, добившись серьезного успеха, зачищают свои тылы, перегруппироваются и готовятся к следующему удару. То есть в целом задачу по первоначальному созданию плацдарма для дальнейшего удара в обход Славянско-Краматорской группировки российские войска на этом участке выполнили. И теперь стоит ожидать уже очень мощного серьезного удара в обход Славянско-Краматорска и навстречу тем войскам, которые прямо сейчас атакуют из района Горлоке. Вы знаете, горловчане мне сегодня написали, говорит Юр, ты знаешь, я проснулся, я человек привыкший к обстрелам, но я проснулся от ужасной канонады. Гром, земля ходит ходуном, стреляют из всех калибров, САУ, реактивные системы залпового огня. И все это летит по направлению между Нью-Йорком и Авдеевкой, то есть в том месте, где российские войска и войска ДНР пытаются прорвать линию фронта 95-й бригады ВСУ. Причем, похоже, именно туда сегодня ночью либо утром прилетело и два Искандера, что говорит о том, что это направление сегодня считается для российского командования приоритетным. То есть прорыв этой линии обороны, он является в приоритете. И быстрый прорыв этой линии фронта, вернее оставшейся части линии фронта, соответствующим ударом со стороны Изюма, он сразу грозит окружением, ну и дальнейшим разгромом вот этой Славянско-Краматорской, Лисичанской, ну где-то там Бахмутской группировки ВСУ. То есть огромный котел, который далее будет уничтожен. Ну и соответственно далее поражение на этом участке приведет в следующие наступательные операции уже по окружению Авдеевско-Донецкой группировки ВСУ с выходом в район Покровска со стороны Гуляйполя и соответственно Изюма. То есть сегодня утром, как минимум на Горловском направлении, вот эта мощнейшая стратегическая наступательная операция на востоке Украины уже началась. И это на самом деле на сегодняшний момент самая главная новость с линии фронта. Все остальные новости носят в какой-то степени второстепенный характер, пробежимся по ним кратко. Юг. Идут бои на севере Херсонской области. Крайворожская группировка ВСУ, пользуясь тем, что часть сил снята и переброшена на запорожское направление, пытается продвинуться на юг, взяла под свой контроль несколько населенных пунктов, но в целом это пока считается не страшным. Российские войска держат под серьезным огневым контролем части вооруженных сил Украины в районе Николаевского укрепрайона, наносят по нему постоянные ракетные удары, а те части, которые выдвигаются куда-то и попадают в прорезь прицела российских беспилотных летательных аппаратов, по ним наносятся соответствующие артиллерийские авиационные удары. То есть ситуация выглядит вот здесь примерно таким вот образом. Под Киевом и Чернигом также напряженность боев в целом под Киевом спала, под Черниговом нет. Была замечена активность вооруженных сил Украины на юге Сумской области и характер передвижения украинских вооруженных сил в этом районе говорит о том, что Киев готовит деблокирующий удар по направлению к Чернигову. Ну и также сегодня ночью был очередной обстрел территории Белгородской области из дальнобойных реактивных систем запового дня, что для жителей Белгородской области теперь уже стало обыденностью. Ну и еще пара слов напоследок о запорожском направлении тоже отметил одну интересную деталь. Если несколько дней назад в районе Гуляйполева в целом руководство ВСУ, как сказать, проявляло определенный оптимизм, даже пыталось атаковать некоторые населенные пункты, то уже на протяжении вторых суток они говорят о том, что российские войска постоянно обстреливают позиции вооруженных сил Украины и предпринимают локальные контратаки. То есть все это говорит о том, что и здесь ситуация для ВСУ постепенно начинает ухудшаться. Что тоже понятно, потому что именно с этого района, чуть восточнее, готовится новый мощный удар для окружения южной части Донбасского фронта. Вот это то, что я могу сказать на сейчас примерно 12.00 по Москве 30 марта. Следующий военный обзор планирую сделать сегодня поздно вечером. Но перед этим я планирую сделать еще один очень важный материал. На этом пока все.